А мы продолжаем наш эфирный выпуск, дорогие радиослушатели, программой «Разворот в Сызране». И расскажем вам об очередном скандале. Снова Сызрань нарисовалась, прости господи, на федеральном уровне. Помощник прокурора города Сызрань Самарской области в минувшее воскресенье был задержан ночным патрулем за езду в пьяном виде. Стыдно, ей-богу. Это произошло в Кирове. Помощник сызранского прокурора приехал в этот город на свадьбу к другу, погулял. И вот как был, в каком состоянии, так и сел за руль, а что нам закон не писан, и поехал. После того, как он уже два раза проехал на красный сигнал светофора, местные гаишники заметили гостя из солнечного города Сызрань и задержали его. Вот что в своем блоге сообщил один из создателей ночного патруля Сергей Косолапов. Я процитирую. Будучи сильно пьяным, пишет Косолапов, он весело хихикал, подтрунивал над гайцами и активистами патруля, говоря, что ему ничего не будет, у меня, дескать, неприкосновенности, ничто мне никто не сделает. А подъехавшие его друзья пытались открыто давить, угрожать и отмазывать своего кореша. И только поднятый ночью кировский прокурор охладил пыл своего коллеги, который отказался от медицинского свидетельствования, но так и не признал своей вины, написал Косолапов. Да, впрочем, яснее об этом расскажет программа «Ночной патруль», из которой мы информацию и взяли. На улице Воровского сотрудники ДПС задержали помощника прокурора города Сызрань Самарской области Александра Литвинова. Прокурорский работник приехал в Киров к другу на свадьбу, а после торжества сел за руль иномарки и поехал кататься. Правда, поездка оказалась недолгой. После того, как водитель проехал два раза на красный сигнал светофора, его остановили дорожные полицейские. Они сразу заметили, что от работника прокуратуры сильно пахнет спиртным. Тему продолжит Сергей Пичугин. Вовсе не задержан, а просто остановлен полицейскими, считает 27-летний прокурорский работник города Сызрань Александр Литвинов. Его слов для задержания и оснований-то нет, но документы водителя якобы вообще можно не показывать. Сознанием дела заявил молодой человек. Что именно нарушил помощник прокурора Литвинов? Зафиксировал видеорегистратор на патрульной машине. На глазах полицейских водитель Хёндая проехал перекресток на красный сигнал светофора. А через 200 метров нарушитель не заметил и еще один запрещающий сигнал. По информации инспекторов, сразу после остановки Литвинов настойчиво просил его отпустить. Ведь с ним произошла жизненная ситуация. Он приехал из Самарской области к другу на свадьбу. А после торжества ему захотелось полюбоваться видами Кирова. Он поехал кататься по городу и попался полицейским. Но договориться с ними Александру не удалось и откровенничать с ними молодой человек перестал. Трудности общения прокурорский работник испытал, беседуя не только с полицейскими. Инспекторы выявили у Литвинова признаки опьянения и ему предложили проехать в ГИБДД. Все документы на Литвинова инспекторы составляли при понятых, а также в присутствии прокурора города Кирова Дмитрия Смоленцева. По закону он должен присутствовать при оформлении материалов в отношении прокурорских работников. Александр же приехал поддержать его приятель Алексей. Судя по всему, Александру придется ответить за ложные показания. На регистраторе видно, что из водительского места вышел именно Литвинов. Поэтому вопрос о прохождении экспертизы прокурор города задает именно ему. Визит в наркологию оказался напрасным. Там водитель отказался проходить экспертизу. Фактические действия указанного работника прокуратуры могут быть расценены прокурором субъекта, в том числе как нарушение присяги работника прокуратуры, которое дает каждый из нас при заступлении, назначении на должность. Нарушение присяги прокурора – это основание к увольнению вообще из органов прокуратуры. Все административные материалы полицейские направят прокурору Самарской области. Помимо увольнения, помощнику прокурора Александру Литвиному грозит штраф за проезд на красный сигнал, штраф за отказ от экспертизы и лишение прав. Сергей Пичугин, место происшествия. Сергей Владимирович, сначала он вроде как согласился пройти процедуру освидетельствования, а потом, когда уже прибыли на место, взял и отказался. И свой отказ ничем не мотивировал. Со слов Дмитрия Смоленцева, когда он приехал на место поимки пьяного помощника прокурора, при выявлении преступления, совершенного сотрудником прокуратуры, допрос и прочие процедуры проводятся в присутствии прокурора. Как говорится, чье ведомство прокололось, тот руководитель приезжает. Так вот, тот рассказал ему, что за рулем машины якобы находился не он, а его друг. Процитируем. Друг подтвердил, что он управлял автомобилем, но затем в ходе допроса все-таки сознался, что за рулем таки находился не он. Как отметил Смоленцев, пойманному помощнику прокурора одновременно с административной ответственностью грозит еще и дисциплинарная езда в пьяном виде. Это, знаете ли вам, не фунтезиума. Это нарушение присяги прокурора, что является поводом для увольнения из органов. Сейчас материалы дела изучаются. Потом, как сказал Смоленцев, они будут направлены в прокуратуру Самарской области. Впрочем, думаем, сейчас они уже, наверное, как бы на пути. И я сказал Смоленцев, полагаю, что он будет уволен из прокуратуры Сызрани, а затем его дело рассмотрят в суде. Помощнику Сызранского прокурора грозит лишение прав, вдобавок еще и штраф, заметил Смоленцев. Ну, что сказать. Конечно, не боги горшки обжигают, далеко не боги. И, конечно, все мы не без греха. Бывает, что человек может выпить лишнего. Бывает, что человек в этом состоянии может совершить какое-то даже административное правонарушение. Легко самого себя прощать. Но, простите, видя себя так, мы не пытаемся занять важные государственные посты. Осознавая свои грехи и слабости, мы понимаем, куда мы можем лезть, а куда, извините, рылом не вышел. И ездить по улицам чужого города, позоря нашу и без того, обкаканную на многих телерадиоканалах и в других СМИ Сызрань, позорить свое ведомство, прокуратуру, прокуратуру. Это не забегаловка, это не какая-то второсортная маленькая организация. Это прокуратура города, это одно из ее лиц. Действительно стыдно становится за нашего земляка. Других слов нет. Продолжение следует...